сегодня мы потрогаться на хайде classic неделя олд таймеров где мы увидим машины разных готов в основном это раритет давайте пройдемся посмотрим чем же представлен на хайде classic в этом году и угощают гостей тут коктейлями приходите и можете пить сколько вам угодно коктейль состоит из яблочного сока апельсинного и безалкогольного шампанского потому что за рулем должен быть человек трезвый вот так встречают гостей хайде classic время алтаймеров готовят свежие также добавлять свежие фрукты и ягоды все при поддержке шампирелли я тоже шипов то вот коль он бесплатный пользуемся момент очень вкусно и освежает всем рекомендую первые машины были первые авто на 1 1 велосипед и средства передвижения у нас называется саджики топка то есть на конях а тут на железных конях наш первый экспонат автомобиль под маркой chevrolet что мы знаем когда слышим chevrolet какие ассоциации это конечно коптива молибу чуть раньше matisse tico nexi но одним из первых chevrolet это были выглядели именно так без кондиционеров без гидравлики дизельно так конечно аккумулятор свежий но все равно машина произведена в аргентине вот такой хозяин сидит но бензобак со штатов и тут максимальная скорость этого раритетного авто 103 километра ну что 103 отличие какой водитель я бы на на загнал 120 но ты дяденька кушает и ест все время поэтому и 103 мне сказал пойдем дальше на 3 другие следующий наш экспонат bugatti всем знакомы эта марка она представлена в основном нам гоночными автомобилями как у моторчик максимальная скорость bugatti развивал 130 километров также был в батарее каждый мог принять участие заполнив анкету и победитель будет участвовать в следующем году в виде пассажира в этих гонках смотрите тоже у нас счастливчик скажите но в в в в в в Манфред. Да нет, жалко, мама меня не Манфритом назвала. И... И... Манфред Сайла нету. Вот так. Да, думаю, будет еще следующего, нет, его информирует по ЕМЛ. Дядя Манфред стал пассажиром следующих гран-при. Еще одна интересная машинка. Вот такой интересный карикатурный. Сзади славы в Аргентине. Интересная педалька. Такая педалька. Машина разгоняется 140 км в час. И вот такие славы. Классика. Дали мальчишкам погазовать, почувствовать, что это такое. Смотрите. Счастье. Будущие гонщики. Все, ребята, катать. Гуд! Вот так маленьких любителей катают хозяева автомобилей. Еще один экспонат, который привлек наше внимание. Это Volkswagen Juke 1969 года. Революционный прорыв машиностроения. Это первая машина, которая была полуавтоматом. Имела три скорости и две педали. Такого автомата. К сожалению, тут не так видно. Как тут описано, она имела три скорости. Первая машина использовалась для подъема в гору. Вторая, третья по городу. То есть вы просто садитесь, включали вторую и ехали. Вот такой первый автомат, который был произведен компанией Volkswagen в 1969 году. Для тех, кто знает, Volkswagen был учрежден по личному поручению фюрера Адольфо. Всегда мне этот человек нравился. Можно отсюда посмотреть. К сожалению, отсвечивает. Но поверим информацию, которая дана на лобовом. Первый автомат, Volkswagen Juke. А вот машина победитель. Kadi Classica, Lancia. Итальянцы. Вот она. Заняла первое место в этом году. Мы так обойдем ее, посмотрим. Вот так. Что-то будем заглянуть в машину. Машина разговалась 120 км в час. Вот так уютненько, скромненько выглядит она внутри. Ford. Красавчик. Дяденька тоже с прошлого. В подтяжках полосы пучков. 3-2. В течении. Ух да. Значит, это будет 1. 60 километров в час машина выжимает 60 километров в час посмотрите вот педальки такие уникальные машина вообще супер нравится сеток по моему номер один диски диски посмотрите я в хайронике знаете как раньше работали поворотники дергали шнурочек если хочешь повернуть пусть она карри поднимала шнурочки с двух сторон это были поворотники это поворотники бентли это бентли 922 года посмотрите мягкая кожа сидели для за это это люкс машина дерево мягкая кожа на ощупь джинн нами первый мультифункциональный руль если сейчас на роли у вас кнопочки а тут то первую роль мил просто рычажки бентли уже тогда думала об удобстве создан для водителя все очень сделал со вкусом одним словом бентли выглядели машины представительского класса тех времен на поле провожаем полк 6 карера уехала дальше смотрите машинка тоже ройс ройс а так я знал что это машина премиум-пласса наверное такие машины использовали на свадьбах когда жених и невеста ехали за так, у нас музыкальная пауза метрый золк-пан а вот строит еще один машина премиум-класса москва 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 вот такая машинка чтобы здесь можно сделать пару про жектор москва помните мультик про мышонка? Мышонка на такой мультик это рассекал вот это такая машинка москва 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 200 км в час москва разгоняется такая она симпотная Austin of England это есть Porsche молоденькая Porsche раньше Porsche выглядела именно так если бы не знак впереди, я бы подумал, что это какая-нибудь другая машинка но это Porsche именно даже магнитики хотя его пришли 200 км в час вот такая красивая скоростная машинка бояра арензация арензация 61 года машина и машинки мы часто видели в фильме про войну и какой-нибудь опер лейтенант или какой-нибудь офицер на циск армии проезжал на автомобиле партизаны его взрывали причем машина хорошая разгоняется еще одна машинка Austin какого года такого года я не вижу а нет 32-го года 32-го года вот такая вот машинка экспонат отличается вот такие трактор Turbo любителям погонять по сельской местности 1975 года машинка железный немецкий фермер конечно американских фермеров а вот такая вот машинка внедорожник очень много машин очень много машин вот мини пикап даже есть мини пикапчик фирмы мини даже не знаю что за фирма но фирма мини мини пикап еще один итальянец лянчо на борту написано фамилия водителя штурмана вот такая машинка смотрите место для собачек и машинка смотрите гоночный автомобиль уже тогда имела скорость 200 км в час да смотрите чемпион от трактов быстрый быстренькая машинка с какого года машина 74 года повестник моего брата 200 200 200 км машина которая уже зажимала почти что 60 лет тому назад выпустил маленький инцидент маленький инцидент зуб ударил и уехал где-то пофигу потому что все оплачивать страховка вот такой жук напоганил и уехал посмотреть какие машинки у меня такие были раньше модельки красавец 220 тогда уже с открытым забралом 220 мэрс дорого богато 1955 года выпуска мэрс 210 мэрс красавчик мэрс следующий автомобиль посмотрите на спидометр надо 260 данная машинка выжимала 1960 года фирма триумф производители насколько понимаю англии хотя могу ошибаться 260 машина из будущего что-то вроде такого было при этом водитель ковбои это скорее всего корветт скорость 200 километров все это круче были внедорожник chevrolet пикап какие внедорожники мы знаем из chevrolet а коптила скажут все узбеки а нет здесь вот такой пикапчик пикапчик еще маленький пузовичок маленький пузовичок маленький пузовичок цемлемы chevrolet ну здесь должно было написать равон тогда было все правильно машина еще не пошла плет в следующем году что-то напишется надписью равон посвежее уже 1988 года такой кабриолетик триумф очень много триумфа представлено триумф вольсвагена машинки машинка так 140 миль в час что является 225 километров 140 миль или 225 хорошая такая скоростная машинка сейчас посмотрим есть ли информация какого года она не видим нету ну ладно это видео посвящается любителям нустанков форт нустанк классика вот так вот вот так вот такие собачки такие собачки такие вот влатины есть смотрите смотри засмущался не смущался это машинка, это Porsche разгоняется 225 километров с 1973 года вот водитель изучить пожарную машину пожарная машина 84 года рождения ну если открыт, наверное, можно залезть, чтоб можно успех остановить, только пожар так 130 километров здесь, наверное, вместо для сидячих пожарных вон каски итак, мы прошлись, посмотрели все автомобили ежегодный турнир Грампри Классик есть уже постоянные участники были новые машины и вот сидя за пожарной машиной на заканчивающий обзор если где-то пожар, звоните я приеду утушить видите, кто мечтал здесь стать пожарником мечты осуществляются так мы, халлоу халлоу мала дець мала дець в Ландии халлоу